Я обнаружил, что к одному из избирательных книг подходит огромное количество человек, и они все выстраиваются в огромную очередь, и их всех записывают в избирательную книгу вручную, в конец книги, то есть заносят их полностью адрес вручную, и при этом нумерации на этих листах нет, что однозначно вызывает некие подозрения. Давайте останемся на месте и не будем диктовать, что делать. Александр, просто смотрите, там порядка 50 человек записались вручную, которых не было списка, и номеров нету. Давайте поставим. А давайте сейчас мы зафиксируем, как вы препятствуете члену комиссии с парам мешающего голоса. Смотрите книгу. Внимание. Посветили, все видят, правильно? Не было сделано, требование не было выполнено. После этого в районе 15-25 меня ударили в живот. Что самое забавное было, что это видели абсолютно все присутствующие члены комиссии на участке, и в том числе сотрудник полиции, к которым я потом обращался, которые просто молчали и отварчивались. Я член комиссии с правом мешающего голоса. Мне только что дали поддых. Очень-очень больно. Это зафиксировано вот там вот на камерах. И это все абсолютно видели. Пожалуйста, предпримите меры. Товарищ старший лейтенант. На самом деле я вообще не участвую в политике. Не голосую ни за власть, ни за позицию. Я просто совершенно искренне переживаю за судьбу нашей Родины, судьбу моих детей. Я в этой стране родился. Я выиграл от имени ее международную премию Intel SF, малонабельскую премию, и представлял нашу страну на международных конкурсах. Пришел на участок, тут недреко под боком, чтобы убедиться в том, что голосование ведется честно. Огромная благодарность организации наблюдателей Петербурга, которая оказала огромнейшую поддержку и моральную организационную поводу нападавшего. Ну, во-первых, это точно не случайный гражданин, которому просто не понравилась моя физиономия. То, что в течение дня председатель комиссии представлял его как члена комиссии с правом освещательного голоса, и вообще у него был полный доступ ко всем помещениям комиссии. Ну, и, само собой, после этого происшествия он тут же быстро убежал, так как никто его совершенно не пытался поймать. Надеюсь, его найдут. Несмотря на это все произошедшее, я с участка не ушел, не отошел ни на минуту, и мы с моим коллегом Георгием достояли до конца, до четырех часов ночи, почти восьмичасового процесса подсчета голосов. И в итоге аплодисменты наших друзей вышли из участка с копиями итоговых протоколов. А, собственно, сравнить их можно с ближайшими участками. И, думаю, будет понятно, что нам все-таки удалось защитить некоторые голоса, защитить голоса граждан, собственно, ради чего я и пришел на участок, чтобы убедиться в том, что процедура происходит правильно, и кто бы не участвовал в выборах, какие бы кандидаты там не были, голоса должны считаться правильно. Субтитры создавал DimaTorzok